привет мои хорошие привет привет у нас такая жара уже с самого утра у меня тут я на градусники смотрю на кухне плюс 33 но я решила сегодня устроить выходной день решила устроить уборку на кухне расхламление вот этого большого кухонного ящичка что у меня только только тут нет я не лазила в нем наверное годами смотрю даже какая-то кружка стоит представляете что она тут делает фиг его знает какие-то крышки в общем непонятно что если честно я уже не могу ничего найти мне надо разобраться надо помыть этот шкафчик потому что тут уже какая-то грязю к от жира или что-то капало в общем нужно разобраться нужно это все перебрать сложить нормально а то их ну и раз поиски чего-то занимает конечно такое большое количество времени смотрю тут и приправы и какие-то пакеты кстати мне один пакетик нужен какой-то только небольшой надо где-то найти чай у меня пакетик порвался чай туда переложить все это нормально компактно сложить чтобы было удобно в общем давайте заниматься сегодня этим я думаю вам будет интересно я сейчас ящик этот достаю поставлю на стол и буду и вам показывать и может что-то даже выкинем с вами может что-то уберу в какие-то коробки в общем наводим здесь порядок я еще хотела пойти в ванну думаю лучше я поубираюсь и уже после уборки пойду в ванну такая жара сейчас я включаю тут кондиционер потому что без кондиционера просто невозможно ничего делать еще солнце скоро сюда придет обычно к обеду приходит на кухню солнце и будет вообще мне кажется на солнце до 50 убираю этот ящик сейчас хочу что с ним сделать я его наверное вытащу весь потому что неудобно стоять в позе дозю где-то что-то наклоняться там перебираться я его вытащу поставлю на стол он правда тяжелый не знаю смогу не смогу в общем вытащу поставлю на стол и будем с вами уже перебирать смотреть нужно мне не нужно выкинуть это не выкинуть сразу принесу пакет для мусора вот чувствую такая какая-то после ночи что-то стук ждать в мусорке представляете с вечера ужинаешь и что-то там овощи чистишь даже вот не мясо а что-то из-под овощей и уже к утру за ночь затухает работе на мусорку сбегать на общем я сейчас переберусь я там плотненько тоже завязала какие-то именно продуктовые очистки но запашочек такой есть и сейчас пока вот окно открыто но я окно буду закрывать включить кондиционер и убираемся пошла там искать свой ободок вот этот и нашла такие очки а идет мне не идет какие-то они не очень да слишком такие вычурные хотя я большие очки люблю достала я этот ящик достала этот ящик сейчас вам покажу вот настоящий бедлам ну что давайте разбираться убираться и у меня есть еще нижний ящик ну тут в основном крупная такая посуда да скорее всего я эти очки носить не буду не мой все же это фасон но я их выкидывать тоже не буду положу мало ли мало ли хотя я очки не люблю особенно в жару все это по тебе течет все у меня потеет все от очков и здесь потеет и вот здесь на переносице потеет в общем не люблю очки в жару взяла я пакет для мусора вот такой вот завязочками нашла маленький 70 литров так ну он но длинный бывает широкий а этот узкий но длинненький такой пакетик 70 литров очень сейчас что не нужно буду сразу в этот пакет для мусора что нужно буду откладывать еще принесу сеточки вот я еще принесла сетки которые хочу установить в этот ящик потому что ящик большой глубокий ой девчонки жара даже кондиционер не спасает я прям уже жду живон желтые листья был такой сухой август что я думаю сейчас в сентябре дунет пойдет дождь и все у нас наступит настоящая такая голая осень так давайте убираться я что еще хочу у меня здесь есть такие резиночки 1 что только осталось такие резиночки и у меня есть вот это пергаментная бумага поставлю сюда эту сеточку сюда она постоянно раскручивается я думаю может быть ее сделать вот под эту резиночку думаю будет удобно вот так сделать под резиночку раскрыла рассказывайте мне как вы тоже как у вас происходит хранение на кухне может быть я что-то для себя подчеркнул вот вот так сделаю и потом положу можно сюда в принципе вот так чтоб не торчало вот то что нужно так у меня здесь еще есть фольга не нравится мне вот эта фольга сейчас фракенбок стало все очень дорогое и пергамент и фольга спасибо я посоветую купила пергамент вот этот вот совсем плохой пергамент может быть что только заворачивать вот этот пергамент я купила фикс прайсе по совету тоже зрителей но он мне не нравится он с одной стороны такой как бумага с другой стороны гладкий но он завернут вот так вовнутрь на какой стороне жарик я не знаю все равно прилипает и кто и с другой стороны в общем я сейчас так а за 200 рублей купить фольгу или пергаментную бумагу фракенбок у меня как бы нет возможности вот у меня фракенбок еще пленка осталась пленка в доме тоже нужна какие-нибудь там кастрюльки тарелочки закрывать что-нибудь завернуть что-нибудь хранить так крышки непонятные какие-то крышки какая-то мелочуга вот у меня тут есть веревка я буду вот в этот маленький контейнерок это веревка такая ну не знаю как она называется в общем колбасу она жаропрочная подходит для того для духовочки в общем такая какая-то веревка есть вот такая интересная точилка тоже я ее оставлю точилка хорошая ей как можно точить здесь есть керамическая точилка и есть обычная и вроде ей да один и два железная и керамическая даже жару в такую кондиционер включишь кондиционер не справляется пакеты у меня есть вот такие а такие я тоже их сложу так может свет включить а лучше вот такие какие то у меня здесь есть венчики но это то что я чем пользуюсь редко покупала тоже какие-то фирменные толкушки безделушки но все равно возвращаюсь к своей старой вот этой старенькой при старенькой железной толкушки потому что она толчет лучше всего кладу вот в этот ящик либо пользуюсь своей любимой деревянной есть у меня вот такие от там скалочка конечно же скалочка такая скалочка такая маленькая знаете когда небольшое количество пельмешек делаю раз 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 раскатала и все это я потом все уголочек сложу от мультиварки какие-то ложки которыми я тоже тоже пользуюсь вот такой у меня есть набор форм для салата тоже никуда не деваю вообще из этого ящика если вот тогда я очень много выкинула вот из верхнего ящика из верхних вот этих ящиков то в принципе вот в этом ящике у меня все только нужно вот еще одна ложка сюда такая есть крышка вот такая у меня крышка для слива продуктов но она почему то не держит с банок соскальзывает тут какая-то старая приправа я ее уже выкидываю такая крышка ну крышки пока оставлю мало ли пригодятся есть вот такая крышка силиконовая она со временем видите желтеет это я набор купалась экспрессе она со временем желтеет это конечно не есть хорошо есть у меня здесь разнообразные я прям знаете фанатею от разнообразных чеснокодавок прям и вот у меня их очень много может быть давайте как-нибудь экспресс такой проведем тест на лучшую чеснокодавку я все их найду мы с вами сделаем такой тест на лучшую чеснокодавку также у меня лежит новый мой погружной блендер тоже надо его либо сюда же положили в какое-то другое место так вот это вот тоже что это это очень хорошенький я брала фикс прайсе что-то либо тут замораживаю упаковку уже выкину это оставлю положу сюда и вот потом вот эту корзиночку с мелочевкой можно раз поставить в этот ящик и все и всегда вы сможете что-то найти это лавровый лист у меня новенький я его переложу потом к приправам дальше у меня есть а вот он маленький пакетик я наверно в него переложил чаю меня представляете закрывала порвался порвался пакетик придется его как он мог так порваться я его переложим вот в этот пакетик это придется выбросить этот выброс уже ничего не выбросила мусор кто уже полная а этот пакет не знаю влезет он сюда не влезет вроде у меня там больше таких нету вот этот-то слишком большой а этот слишком такой наверно скорее всего маленький да этот маленький ладно ничего страшного у меня там есть где-то пакеты еще набор разнообразные у меня формочки для печенья вот такие тут тоже лежат такие у меня кулинарные пакетики лежат надо их тоже может их знаете что надо сделать их наверно нужно все вместе сложить и в какой-нибудь пакет это вот такие треугольнички обрезаешь и что-то делаешь так дальше у меня здесь это тоже уже надо выкинуть старые приправы вот такая у меня красота мишки силиконовая форма обещала все вам сделать домашний мармелад надо сделать и вот такая у меня резиновая штука давали в подарок можно ее где-то здесь положить тоже оставлю пока потом может куда-то приспособлена такая вот ложка очень неудобная но я ее выкидывать не буду наверное отнесу в комнату все же не буду ее тут хранить отнесу вот это моя любимая очень классная недавно покупала еще у меня есть вот такая скалка силиконовая большая кстати больше люблю деревянную не люблю все эти силиконовые скалки кто со мной согласен пишите формочка тоже вот это я отнесла уже в комнату это тоже сейчас все что в комнату я на подоконник вот такие у меня разнообразные тоже выемки формочки это от печенюшек так дрожжи дрожжи тоже уже срок годности закончился не буду ничего оставлять буду выкидывать срок годности закончился вот посмотрите как желтеет да но я думаю видно прям желтеет это тоже такие вот крышки такие как но мягкие крышку я оставлю мало ли вот я брала вроде фикс прайсе в свое время два набора брала и пользуюсь редко мне проще почему-то не крышку натягивать а быстренько быстренько вот этой пленкой сделать так есть у меня вот такая штука которую я где-то брала не помню где это для очистки рыбы не нравится мне но я его оставлю может даже можно туда убрать в комнату в коробку так вот мой старый погружной блендер надо тоже его прибрать комнату наверное отнесу потому что блендер сам вот эта штучка а он сам сломался он сам вот тут видите что у него так какая-то кружка здесь тоже отнесу это все в одном вот в этом маленьком ящичке это тоже от мультиварки и от хлебопечки это толкатель тоже вещь в принципе нужно этот толкатель но у меня есть я его отнесу в комнату так вот это у меня от терки это можно выкинуть не оставлять вот такая у меня есть это очень удобно полосочки из теста делать тоже оставлю это я выкидываю так ой что здесь такое господи а это ключи вот эти ключи тоже в принципе они нужны это от пакетов бывает куда-то девается это ключи вот эти от пакетов они нужны вот это открывашка у меня тоже не очень она хорошая но вроде что-то открывает но она девчонки не очень хорошая такая ой что тут только нету веточка красивая такая раньше что-то для съемок ее использовала такую веточку куда-то для красивой фотографии есть у меня вот такая штучка очень интересная тоже надо так может эта крышка мне не нужна крышка еще одна крышка вот это вроде маленькая хорошая крышка я ее помою оставлю мало ли для чего а вот эта крышка уже вся отбитая видать ей уже тысячу лет в обед я ее выкидываю дальше вот этот я тоже выкидываю сто пудов он мне не нужен у меня есть другие это мне не нравится смотрите во первых как он сделан и он вообще неудобный неудобный вот такой не помню где брала даже даже и не я брала вот это тоже когда-то покупала для резки пиццы фикс прайсе но тоже лучше выкину мне не нравится хотя очень хорошо резать тесто чтобы не резать коврик под тесто оставлю оставлю вот сюда положу есть не просит вот такая у меня еще терочка интересная есть для чеснока чих-чих-чих заедает неудобное давайте с вами как-нибудь потестируем эти терочки для чеснока я думаю кому-нибудь будет интересно это тоже какие-то приправы тоже выкидываю вот такая у меня есть хорошая штука тоже для сала отницы так салатник это у меня делать роллы очень кстати удобно раз приз прижал вот так вот чих-коррис выложил на лист и все у вас замечательно это моя 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 еще какие-то формы для кексиков силиконовые какие-то крышки у меня нет крышек у меня нет крышек нет крышек вот такая у меня какая-то интересная штука есть для лимона тоже я ее оставлю мало ли будет нужно какие-то крышки вот это тоже так вот еще один пакетик и еще силиконовый у меня есть многоразовый вот такой тоже его оставлю мало ли и вот такой пакетик вот еще такая крышка для слива есть тоже неудобная тоже на банке не особо держится давайте я поставлю эту наверно выкину такая у меня есть штучка для яичницы яичнику или котлетку можно знаете такой вот что кабачковый оладий не раз не разлетался можно в принципе делать вот эту ерунду я выкидываю вот это вообще не моё не моё не моё и она даже не работает а вот так вот уже старенькая такая вся подерганная у меня есть другие щипцы хорошие поэтому это я выкидываю вот это я наверное тоже скорее всего у меня есть 2 так вот это я тоже скорее всего выкину или давайте оставим потестируем вроде тут все зубчики на месте это тоже такая вот чеснокодавка давайте оставим потестируем вместе с вами а потом я ее может быть выкину есть вот такая хорошая такая хорошая железная для пиццы острая острая это вот не дешевая кстати уже треснула ну от времени она уже такая пожелтела я снова это уже девчонки от времени так вот такие у меня еще есть разные от ну для печенек это я выкидывать не буду формы разные и вот такие и вот такие вот разнообразные сейчас мне их правда надо у меня там еще большой ящик я наверно в тот ящик буду вот такая у меня есть страшная ложка тоже абсолютно неудобная ей неудобно не мешать не накладывать что-то из кастрюли я ее тоже оставлять не буду тоже до свидания говорю и до свидания вот мой красный перец который я привозила из адлера очень любый надо пересыпать в этом оставлю пересыплю так вот такая у меня открывашка но она наверно уже до сломалась я ее выкину у меня открывашка есть другая на выкину так это что-то здесь делает шпажка это тоже вот эти вот отмычки шпажка надо уже в этом ящике надо убираться нам с вами уже и в том и в этом так старая какая-то кисточка смотрите какая уже да все на выкин вот такая еще у меня есть тоже неудобная у меня в принципе наподобие то есть это я тоже выбрасываю вот такая интересная это я оставляю это отнесу в комнату такая у меня крышка есть от чего непонятно уже наверное даже и банки нет я вот эту выбрасываю не хочу хранить хлам вот у меня от чтобы выдавливать сок а где сама интересно вот это вот блин блинная такая бутылочка я покупала бутылка с дозатором для соуса но можно блинчики знаете такие ажурные делать но я делал один раз все отсюда течет все вытекает в общем какая-то ерундистика какая-то ерундистика нашла свой еще один капучинатор это я выкидывать не буду это стародревний капучинатор у меня конечно есть новый а вот этот я в свое время заказывала на алиэкспрессе а единственное только из него надо батарейки вытащить это может они уже надеюсь не прокислились чем вытащить то еще одну шпажку нашла тоже заказывала эти шпажки девчонки на алиэкспрессе какие же они классные насадил на них сделал такие мини дома шашлычки вот он не работает надо попробовать там все же окислился по ходу вот этот вот эти батарейки уже окислились так какое-то старое кофе тоже выбрасываю вот эти пельменницы неудобные но я у меня там есть целый набор применить железный молоток цена 1 рубль цена 1 рубль оставлю как память как раритет это я выкину так дальше у меня есть вот такая овощечистка просто погонючая не люблю керамические нашла две вот эти штучки еще сюда положу потом будем с вами разбираться какой-то непонятный пакетик вот это тоже от мультиварки никуда не буду девать она смотрите грязненькая но я ее быстренько вот что я сюда так вот наша старо древняя русская открывалка кстати штопор да давно его искала думала все его уже у нас нет у нас есть такой правда да винчи выше вот так подумаешь но этот оставлю хороший жалко что он вот никак не складывается но классный чтобы так вот есть еще такая тоже брала фикси такое если честно мне не понравилось берут иногда пробую тестирую вот еще один цветочек такие вот у меня есть ситечки ситечки тоже выкидывать не буду правда они пластиковые но это вот наборчик было с трех сичек где еще один не знаю такой маленький миленький соусник тоже надо помыть соусник помою дальше вот это вот шикарная вещь тяжелая девчонки покупайте только тяжелые тяжелые молотки для мяса остальные все бестолковые ерунда вот либо жарко либо вот такой как мой за 1 рубль как мой за 1 рубль в мощный можно даже на пролом идти либо вот такой вот этот вообще еще в три раза тяжелее чем хорошая такая дубина хорошая вещь так вот это вот ерунда не люблю деревянные лопатки плохого качества это просто так это ванильный соус какой-то стародрат давнего времени здесь есть какие-то крышки крышки кстати вот это хорошая крышка а это уже вся за ободком прожавела я сейчас такие крышки с ободком железным не беру девчонки в магазине ашан или в магазине порядок смотрите продаются крышки без ободка офигительно легко моются стоит недорого я все свои крышки поменяла вот на эти крышки без ободковые вот такая у меня тоже есть можно делать конфетки можно что-то делать очень вкусненько получается вот такие две ложки цель как у меня есть половник что можно налить вот этим половником как это как надо как надо ухитриться чтобы это как надо в кастрюлю вот я даже не представляю это как надо залазить в кастрюлю вот когда льют такую фигню из пластмассы хотя знаете фирма-то фирма-фирма не буду показывать что за фирма но просто лично для меня неудобная вот эта штука непонятная да посмотрите не знаю для меня вот такой паломник неудобен также как вот эти ложки вот эта ложка единственная она была куплена прям давно давно но тоже ее нужно выкинуть она уже вся но уже старая пластмасса понимаете старая пластмасса чё я ее храним вот что я это храню это тоже старая прослазма вот это еще языке и но это я брала давным-давно и вот это это вот то что не подходит уже все не вылезает вот сюда все видите уже хотя нет вот вставилась уберу в комнату не буду выкидывать не буду выкидывать не буду смотрите подставилась вроде может нам еще пришкварится все назад так вот такая у меня крышка тоже выкидываю она уже цокана это чтоб не было горячо пробочку такую вставляла такая вот у меня есть интересная силиконовая форма тоже оставлю силиконовые формы девчонки оставляли какой-то тут мусор шмусор непонятный это я выкидываю вот это очень классная штука точить ножи но у меня есть вот такая вот это очень классные такие заточки ножей положу ее сюда к этой и классные точки ножка вот моя ложка для мороженого тоже новенькая я ее покупала не так давно по сравнению со всем остальным здесь у меня есть пластиковые ложки наверное не нужны я их отправлю так здесь тоже непонятно чего знаете вот все равно ой марин зачем ты там моешь знаете все равно попадает какая-то пыль в ящики что-то попадает это тоже какая-то точилка не знаю где взяла ну пускай будет точилка это что-то такое уже тоже старая уже все пожелтевшая вот это тоже толчилка нужна не нужна не знаю пока все в точилке сложу это для ой вот еще нашла одну такую маленькую в комнату это форма сейчас наш половину даже унесу какие-то какие-то старые крышки я наверно тоже выкину старые пакеты выкину и старые такие крышки выкину вот это у меня крышка тоже я ее вышел и вот такой у меня какой-то есть старый нож еще наверное заказывали где-то на алиэкспресс но он вообще ну хотя можно поточить и резать капусту наверное оставлю наверное этот нож мало ли мало ли я его оставлю вот это девчонки выкидываю вот тоже какая-то пергаментная бумага непонятно какая но я ее оставлю может это фрекин бог все же и вот смотрите вот еще такая ерундистика тоже но у меня теперь есть хороший вон тот еще есть пластика вот этот выкидываю этот выкидываю все всякая тут ерундистика сейчас покажу вам что ящик пустой ну и вот это что я набрала я унесу в комнату вот этот ящик я сейчас несу мыть вот такая тут была ерунда это все надо мыть все перемою все с содой это целый мешкан мусора и вот такое меня бедлам это сейчас я все аккуратно сложу ящичек что-то унесу может быть в комнату девчонки разбирайтесь вместе со мной вот разбирайтесь вместе со мной сейчас вот эта сетка у меня вставка в сетка была еще вот ящик тоже переможу сетку разбирайтесь вместе со мной хорошего настроения на выходные в общем вот так проходят выходные в уборке в сапоте все всем огромное спасибо до свидания пока